Друзья, всем привет! Хочу сегодня с вами поделиться старинным рецептом овсяного печенья, который готовится без муки и на пюре из изюма. Печенье получается как из детства, рассыпчатое, ароматное, с ноткой корицы. Данное печенье обязательно понравится деткам и взрослым. Я немного поменяла рецепт, чтобы печенье было полезное. Для начала овсяные хлопья долгой варки перемалываем в муку, можно сделать в кофемолке или в блендере. Промытый изюм заливаем одной частью жидкости и перемалываем в блендере до состояния пюре. Часть воды я заменила на коньяк, таким образом у печенья появляется изысканный аромат. Сливочное масло комнатной температуры перемешиваем венчиком до легкой пышности. Вот такая масса у вас должна получиться легкая и воздушная. Добавляем сахар и также венчиком взбиваем около 1-2 минуток. Добавляем ванильный экстракт или ванилин и также молотую корицу. Перемешиваем. При выпекании спирт из коньяка испарится и останется только аромат. Алкоголь выпечки дает более рассыпчатую текстуру изделию. Также можно использовать любой сок или просто воду. Вводим овсяную муку в три этапа, чередуя с пюре. На данном этапе вы можете заметить, что масса немножко расслаивается. Это происходит из-за того, что масло не дружит с водой. Добавляем соду и разрыхлитель и в самом конце добавляем оставшуюся часть воды. Накрываем пленкой и убираем в холодильник примерно на 1 час. Выкладываем тесто ложкой для мороженого или обычной столовой ложкой на пергамент. Скатываем шарики для того, чтобы печенье было ровное. И сверху немножко придавливаем. По желанию печенье сверху можно присыпать грецкими орехами. Они прекрасно сочетаются с изюмом и овсянкой. Выпекаем печенье около 15 минут до румяного цвета и даем остыть на решетке. После выпекания, если потрогать печенье, оно будет немножко мягкое, но ни в коем случае не перепекайте его. При остывании оно станет более хрустящим. Также очень удобно, что это тесто можно оставить на ночь в холодильнике. А утром дать постоять при комнатной температуре около часа и выпекать. Храним печенье при комнатной температуре до 5 дней. Но я уверена, что печенье так долго не пролежит. Оно очень вкусное и хрустящее. Оно прекрасно подойдет для перекуса или завтрака. А с холодным молочком это просто сказка. Желаю вам приятного аппетита!